Бонжур, месенфон! Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем наше занятие французским языком. Давайте вспомним фразы, которые мы изучали на прошлом уроке, в диалоге. Tu t'appelles comment? Как тебя зовут? Tu t'appelles comment? Ответ. Je m'appelle Marie. Меня зовут Мария. Je m'appelle Marie. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marie. Можно использовать следующие фразы. Qui est-ce? Кто это? C'est Marie. Это Мария. Qui est-ce? C'est Marie. Итак, повторим все фразы. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marie. Qui est-ce? На прошлом уроке мы также рассматривали правила чтения. Посмотрите, пожалуйста, на чтение буквы С. Буква С читается как звук С, если после нее стоят гласные. Ö, I, Y. В остальных случаях она читается как звук К. Ce. Ce. Ici. C'est. Ici. C'est. C'est. Lucie. C'est. Merci. C'est. 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 Буква сочетания Q и U читается как один звук К. Буква сочетания Q и У читается как один звук Каскет. Буква сочетания Q и У читается как один звук Каскет. Буква сочетания Q и У читается как один звук Каскет. Ребята, вы прослушали диалоги урока третьего. Давайте повторим их еще раз. Это мой цветок. Это моя ваза. Итак, давайте еще раз повторим эти диалоги. Каскет сей? Это моя флор. Каскет сей? Это мой ваз. Каскет сей? Это мой ваза. Бонсуар, мадам Банде. Бонсуар, мусе Бле. Давайте рассмотрим правила чтения третьего урока. Проверьте, пожалуйста, чтобы они были записаны у вас в словаре. Каскет сей? Буква сочетания ОИ читается как звук УА. Туа. Буква С между двумя гласными читается как звук З. Луазо. Буква сочетания ОЮ и ОЮ имеют два произношения. Таких звуков в русском языке нет. Посмотрите на первый пример открытого слога. БЛЮ. В закрытом слоге читается следующим образом. ЛА СЕР. БЛЮ. ЛА СЕР. Давайте проверим, как вы поняли правила чтения. Уврей вам мануин экзерсис номер 1. Откройте ваши учебники. Упражнение номер 1. Муа. Туа. Вуаля. Вуаля. Трои Нуар Бонсуар Франсуа Антоан Антоанет Мену и Нуар Мену Тьорн Ле пиано и Нуар Пианино Чёрное Се Туа, Франсуа Уи, Се Мои Это Те, Франсуа Да, Это Я Бонсуар, Антоан Бонсуар, Антоанет Добрый вечер, Антоан Добрый вечер, Антоанет Страноведческая страница Здравствуй, Франция Итак, ребята, перед вами на картинке Одна из французских рек Она называется Луара По-французски это будет звучать La Loire Посмотрите на фразы, написанные на картинке Уэ, Ла Луаре Где Луаре? Вуаля, Ла Луаре Вот Луаре Продолжим отрабатывать правила чтения Экзерсис номер 2 Упражнение второе Буква С читается как С Кроме случаев, когда буква С Стоит между двумя гласными В этих случаях она читается как звук З Давайте сравним два столбика В этом столбике буква С Стоит между двумя гласными А значит считалась как звук З Давайте посмотрим на второй столбик В этих случаях буква С читалась как звук С Посмотрите на фразу Где моя черная ваза, Эмиль? Вуаля, Тон Ваз Нуар, Мэриз Вот твоя ваза черная, Мэриз Уэ, Ма Роза, Эмиль Где моя роза, Эмиль? Та роза эдан лу ваза, Мэриз Твоя роза ваза, Мэриз Оуэ, Ма Роза, Эмиль? Где моя птица, Эмиль? Вуаля, Тон Оозу, Мэриз Вуаля, Тон Оозу, Мэриз Вуаля, Твоя птица, Мэриз Вуаля, Тон Оозу, Мэриз Вуаля, Тон Оозу, Мэриз Звук сочетания Ё, А, Ю Читается как звук О Об этом мы поговорим в упражнении номер 3 Экзерсис номер 3 Бо, Нуво, Ло, Ло, Баттон, Ло, Табло, Ло, Азон, Ло, Гэто Оуэ, Бордо Где Бордо? Регярд ля карта Вуаля, Бордо Посмотри на карту Вот Бордо Бордо эбо Бордо красивый город Вуаля, Ло, Нуво, Табло, Ду, Пьер Вот новая картина Пьера Это три корабля на воде Это красиво Экзерсис номер 4 Давайте посмотрим, как читается буква сочетания Ё, Ё В открытом и в закрытом слогах Де, Два, Нево, Девять Блэ, Седи Живе, Я хочу Ла флэр, Цветок Ла доктор, Доктор Ла флэр, Систра Ла флэр, Яйцо Кэсске сэр? C'est la fleur de ma soeur. La fleur est bleue. Что это? Это цветок моей сестры. Цветок синий. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est l'oeuf de l'oiseau bleu. L'oeuf est beau. Это яйцо синей птицы. Яйцо красивое. А теперь, ребята, письменные упражнения. Надо списать буквы и фразы. Пишем мы в тонкой тетради в линию. Одну букву надо написать на всю строчку. Значит, если сейчас мы видим 4 буквы, значит, 4 строчки вы отведете под буквы. А фразы можно вписывать. Как это написано в вашем учебнике? Девуары. Уважаемые родители, ребята, проверьте, пожалуйста, чтобы это задание было выполнено к нашему 4 уроку. Надо переписать в словаре и выучить правила чтения. Страница 19-ая. Выполнить письменное упражнение. Списать буквы и фразы. Страница 19-ая. Мы повторяем. Алфавит и счет от 1 до 12. Не забывайте, пожалуйста. Bon chance. Удачи. Au revoir, mes enfants. До свидания, ребята. До встречи на уроке. Субтитры создавал DimaTorzok